МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о том, как найти свою любовь. Сегодня у нас жених и три невесты. Фанатка селебритис Анастасия, доморощенный менестрель Елена и поклонница флэш-мобов Варвара. А жених у нас Алексей. Давайте знакомиться. Здравствуйте! Меня зовут Леша Воробьев. Сегодня я пришел со своими друзьями с ватами. Это артист театра и кино Сергей Романович, артист театра и кино Бесо Гатаев и артист, заслуженный артист России, Элвис Мелвис. Спасибо! Проходите! Алексей, 23 года. Крутил романы с известной актрисой, фигуристкой и певицей. Всех оставил с разбитыми сердцами. Алексей – актер и певец. Развлекается на аттракционах, гуляет с псом Элвисом и катается по ночной Москве на тюнингованном автомобиле. Начинал карьеру в Голливуде и планирует получить Грэмми и Оскар. Алексей признается, что пока еще не встретил свою единственную и неповторимую. Ищет длинноволосую чаровницу с тонким чувством юмора в приталенном платье, в которой знакомо слово «патриарха». Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Мы вам рады! Я вам тоже очень рады! Наверное, зрители, которые сейчас смотрят телевизор, решили, что у них глаза лопнули. Потому что, чтобы на программу «Давай поженимся» пришла такая мечта миллионов. Слушайте, ну почему нет? В конце концов, у меня все время так получается, что все мои романы и все мои... Ну, получается, что я не успеваю только на работе заводить. И я не успеваю встретиться с нормальными девушками, которые никак не связаны... Ну, с творческой деятельностью никак. Ну вот. Поэтому я пришел сегодня сюда, вдруг мне повезет. Если хоть не жену, так, может, девушку... АПЛОДИСМЕНТЫ Повезет? Василиса. Сегодня в программе ты имеешь в виду? Сегодня уверена, что нет. А вот обычное в личной жизни вам должно вести. Но Алексей любит всех. Я уже заранее начинаю ревновать. Вас обольстить очень легко. То есть такого мужчину, как Алексей... В общем, на дороге жизни очень-очень легко подобрать. У вас уже получилось? Ну, вы знаете, нет, я не претендую на это совсем. Но женщине нужно совсем немножко чар, нужно совсем немножко обольстительности или, может быть, на жалость надавить. И вы уже готовы раскрыться. Что мне, как романтика, угреет сердце? То, что Венера в соединении с Фомальгаутом. Это значит, что когда-нибудь вы от должности, от денег, от славы сможете отказаться ради настоящих чувств. Но это явно не сегодня, и до этого еще не было. А почему нельзя все совмещать-то? Почему нужно обязательно отказываться от чего-то ради счастья в личной жизни? Гороскоп — это программа каждого человека. И вот такая программа у человека придет через нее пройти. Ну, понятно. Роза, что ты такая невеселая. Боже мой. Разве тебе часто захаживают такие вот персонажи, как Алексей? Ну, почему? Захаживают и не такие захаживают. Да ладно, ладно. Конечно. Но я за жениха спокойна. При всех известных мужских пороках вы без невесты и без будущей жены не останетесь. Спасибо. Будь того, не пьет, не курит. В принципе, что нравится. Конечно, вы любвеобильные, но нет ни одной женщины, которая предъявила бы вам претензии, собственно говоря. Да. То есть умеете расставаться красиво. Это, кстати, редкое качество. Нравятся очень ваши ориентиры, патриархат. Ну, так что будем на это, собственно говоря, и напирать. Алексей, у вас что, какие-то особые требования к будущей избраннице? Почему вы без постоянной девушки? Ну, потому что довольно тяжело, когда ты все время занимаешься работой. Ну, мне 23 года, естественно, основной упор своей жизни я делаю на работу. Правильно делаете. Пока что невозможно вот сделать то, о чем только что мне говорили, о том, что задвинуть на работу, и все, чувства, любовь. Что потом? Никому не нужен мужик, который не делает дело, который не зарабатывает деньги, который не может содержать семью. Видишь, как правильно рассуждается? И мужик нужен? В его лице. С его лицом? Именно с его. Вы правы, абсолютно. А может быть, иную их девушек? Кто вы, молодой человек? Сергей, вы дружите? Да, мы дружим давно, уже лет 6 знакомы. А вы дружите с Алексеем давно? Мы с Алексеем дружим уже четвертый год, наверное, да? Вот как вы сами-то считаете? Мы еще коллеги. Не рановато, нет? Рановато? Не знаю, мне кажется, рановато, потому что я сам холостой человек, мне кажется, рановато еще. А вам сколько? На ровеснике, наверное? 30. А почему рановато-то? Уже поистаскался по знаменитым женщинам, собственно говоря. Да мне кажется, что он еще не вырос для серьезных отношений. В момент они были уже... Посмотря на то, что ему 23. Алексей, ну у вас же были такие вот романтические отношения с вашей землячкой, да? Да. По-моему, они были самые настоящие, самые яркие. А можете рассказать? На мой взгляд, на мужчину очень влияют именно самые те первые отношения, в которых он по-настоящему любил, и в которых, как ни крути, наверное, каждый обжигается тем или иным образом. И это был как раз тот опыт, который... Сейчас я вспоминаю безумно счастлив, что это было в моей жизни. Но тогда, естественно, это было не так просто. А что произошло? Почему расстались? Я уехал в Москву, но это было уже в тот момент, когда было понятно, что мы не можем быть вместе, потому что... Она верила в вас? Вы разбираетесь в гороскопах. Скажите мне, знак «Скорпион» и «Козерог», они как вообще? Бодные женщины – это ваш тип. Рыбы вам подошли бы лучше, но «Скорпион» тоже ваш вариант. Да. Мой вариант. Определенно. Но мы ругались каждый день. Алексей, она в вас верила? Она говорила, пойдешь в Москву, у тебя все получится. Да? Верила, не ставила палки, не говорила «Останься, зачем тебе эта Москва?» Нет, 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 конечно, нет. А почему она за вами не поехала? Так получилось, что... Сказать честно, отношения уже к этому моменту, они были уже... А что там за шантаж был с беременностью? Знаете, у женщин есть такой определенный трюк. Когда они проверяют мужчину, насколько он серьезно относится к ней. Вот. И вот был такой момент, когда она мне говорит, ты знаешь, Леша, вот что-то, ну не наступает то, что должно приходить каждый месяц. Я даже сначала не понял, о чем. И вдруг я понимаю, почему она это сказала и к чему она ведет. И я просто вот так вот встал, меня... Это все, карьере конец, мечтам конец. Но я серьезный человек. И знаете, как сказать, родителям. Это больше всего именно об этом я и думал. Три дня я в этом состоянии ходил. Я думал, надо... Прежде чем скажу маме, нужно ее будет посадить на диван, она же упадет, это понятно. Думаю, папа, он скажет, что я просто... Понятно, вещи мне скажут. Ужасный проект, да. Вот. И потом я думал, нет, ну нормально, я уже к этому моменту работал в филармонии, в ресторанах, думаю, я прокормить прокормлю, все нужно будет как-то... И как-то уже планировал свою взрослую жизнь в 17 лет, представлял, какой она будет. Вот. И потом спустя три дня она мне сказала, что все хорошо. А как вы поняли, что она вас проверяла, а не на самом деле? Я догадался, вы знаете. Но охота на детей не прошла с тех пор, нет? Я очень люблю детей. Я знаю, что вы хотите много. Я очень... Да, это правда. Потому что дети, они... Они вот как Романович примерно, или как вот... А сейчас уже есть возможность? Или как Бессо. А уже есть сейчас возможность заводить их? Знаете, с точки зрения того, сколько я им время буду уделять, конечно, нет. Нужно это делать тогда, когда ты можешь свою жизнь уже как-то разделить. Смотрите, я знаю, что в Дюссельдорфе такая немецкая Пэрис Хилтон за вами ухлёстывала. Из очень обеспеченной семьи девушка. Да? И родители её хотели вас. Но вы не повелись на деньги. Столько было Романов с разными женщинами разного возраста. Я считаю, это мы не в плюс только. Дело в том, что к богатым... К детям, богатых родителей я отношусь очень дистанцированно. Я когда узнал, что у неё богатые родители, я на самом деле удивился, потому что она была совсем другой. Я же не знал этого сначала. И она... Мы с ней весело общались, у неё не было никаких, знаете, замашек. Всё-таки зачастую, чаще всего, когда общаешься с детьми богатых родителей, ты видишь в них некое определённое отношение к миру, к людям, которые вокруг. Алексей, знаете, что у вас приятно? Я видела по телевизору репортаж. Я видела ваших родителей, как они вдвоём, прижавшись, с трясущимися руками, смотрели трансляцию из Германии, когда вы были на Евровидении. Да. Очень приятно. А что же на Евровидении-то вы матом-то ругнулись, а? И, кстати, не в сердцах это было, а именно прям вот конкретно. Не стыдно вам, а? Рус, а кто бы не ругнулся на это напряжение? Счастье моё, послушайте меня. Дело в том, что я бывший футболист. Я не ваше счастье. Пока что да, но учитывая то, как мы начинаем общаться... А, нет, вы любите зрелок. А чё ж навку-то оставили? Столько вопросов сразу, я не могу ответить ни на один, если ты как-то всё время задавал. Ага, ну ладно, хорошо, давайте про мат. Хорошо. Лен, вот он довольно-таки такой знаменитый человек, и ты будешь его вообще ревновать другим девушкам? Дело в том, что я бывший футболист. И я их в своей эмоции зачастую очень часто высказываю именно таким образом. Поэтому, когда мне хочется ругаться матом, простите, я ругаюсь. Когда мне хочется радоваться, я радуюсь. А что же вы так хорошо? А вот вы к женщинам, как говорится... Это я так вначале начала-то, это как бы, знаете, из-под резания. Что женщин вы не оставляете неудовлетворёнными. А вот, кстати, относительно Акиншина, не очень хорошо, не по-мужски поступили. Сначала сказали, что вы из неё женщину сделали, она к вам привыкла. А потом раз, вы написали, что она пристаёт и бегает за вами. Приставала такая, привет. Где? Шо где? Вранью. Я никогда об Оксане плохо не сказал ни одного слова. А что было тогда? Она одна из самых замечательных женщин, которые были в моей жизни. А что же тогда расстались-то? Потому что невозможно продерживать отношения по телефону, по скайпу, вот так, через интернет и по смс-кам. Я ещё про Донейку, тогда могу ещё вас поспрашать. А или всё-таки женщин опытных. Невесту какую выбирать будем? Всё зависит от самой невесты. Алексей, что вас в девушках смущает? Что вам в девушках не нравится? Вот с кем вы точно не заведёте никогда никакие отношения? Вот если у девушки нет чувства юмора, то мы не сможем общаться в принципе, потому что я безумно люблю пошутить. Очень. Юморист? Он что-то не похож на юморист, тогда бы надо было идти в сатиру. Я знаю, что у вас такие шутки с элементами садизма. Ну, я бы не сказал. Если она какими-то страдает фобиями, ни за что нельзя в этом признаваться вам, потому что если у неё клаустрофобия, вы её обязательно закройте в тёмной комнате. Вместе с собой, конечно. Если же я знаю, что она чего-то боится, у меня настолько во мне играет азарт вот посмотреть на эмоции, я не знаю почему. Иногда вы будете в этих экспериментах смотреть на эмоции, а иногда, может быть, даже и на труп. Поэтому я вам предлагаю всё-таки быть осторожнее. Бывают такие страхи, что вы вот со своими такими садистскими шуточками можете добить человека. Ну, это не садистские шуточки. Знаешь, Настя, я тебе тоже рекомендую быть осторожным. Просто посмотри, подумай, присмотрись на ощущения. А вот вы, кстати, Алексей, у всех на слуху. Воробьёв там, Воробьёв тут. А вы, вот, ну, я, честно говоря, не знаю, кто может вообще напеть хотя бы одну мелодию. Но вот напойте что-нибудь, чтобы было понятно, что вы действительно, в общем-то, поёте. Окей. Рожа, я буду тебя на морозе. Пи-пи-пи. Спасибо, девушка, что запекал. Да, Алексей, нужно обладать большим чувством юмора. Чтобы мы все будем... Чтобы розу или чтобы на морозе? Юмор в чём? Нет, юмор в том, чтобы именно так воспринять... Вы меня спровоцировали на это, друзья, вы же понимаете. Во-первых, вас никто не тянул за язык. Ну, конечно, конечно. Дождёмся сейчас ноябрьских или декабрьских морозов. И вот я лично никогда свечку не держала, но тут придётся, потому что, коллега, знаете, нельзя обижать пожилых женщин. У нас как противно. Обещайте, вы пожляете, мальчик мой. Какой он, оказывается. Аж чуть-чуть противно стало. Вот, знаешь, такой осадок. В идеале мы хотели бы, чтобы ваша жена была похожа на кого? Может быть, это литературный персонаж, мама, бабушка, соседка? Ты ни в коем случае, литературный персонаж и соседка уж тем более. Зачем я вторая-то в жизни? Ну, наверное, естественно, как и любой мужчина, я представляю себе некий идеал, который похож на мою маму. Потому что моя мама, она, безусловно, идеальная женщина. Ну, для меня. Она смогла в своей жизни оставить всё ради детей. Всё, чем она занималась, чем она жила, всё, что было в её жизни, она вложила в нас и подарила нам эту жизнь. А вот вы из простой семьи, Алексей, я знаю, просто сама проходила с родителями. Вы не пьёте? Нет. Боитесь, запойте? У отца есть некоторые проблемы с этим. Очень редко, но метко. Мужчина, который употребляет алкоголь. Ты сможешь это терпеть или тебе нравится, не нравится? Ну, алкоголизма, конечно, нет. И я этого как-то в детстве насмотрелся. Мне кажется, сегодня это неактуально. Сегодня всё по-другому. Зачем? У человека заточен на карьеру. Кстати, вы уезжаете в Америку? Да. Да, очень скоро уеду в Америку. Угу. А иноземку не хотите? У вас есть? Нет, у меня нет, но там просто... У вас может быть будет. Такое количество соблазнов. Вообще я верный и я однолюб. Заберёте с собой девушку, если служите здесь? Ну, если сложится здесь, то, конечно, рано или поздно я её перевезу. Вот, и однолюб. Ты веришь ему, что он однолюб и верный? В общем, мне кажется, под познатус Диакова, вообще козероги очень верные люди. Мне кажется, уже самое время настало, чтобы знакомиться с девушками, с невестами. Да, ну, я, Алексей, вам что пожелаю? Вы, честно говоря, от рад души моей. Почему? Потому что на моём рынке столько красивых, умных девушек, но бедных на всех женихов не хватает. А вы как раз не любите богатых. Вот сегодня просто будет у меня праздник сердца, честное слово. Отлично. Да, сегодня, ну, обязательно кого-нибудь пристрою, обязательно. Так что я вот за умных красивых, но бедных. Выбер страшную, закрашенную. Да нет, нет. Чтобы была спокойная, и как мышка перед ним бегала. Алексей, я вам желаю девушку из хорошей семьи, сытую. Чтобы у неё не было ущемлённого понта, чтобы не скребла большим пальчиком ноги песок. С надутой губой. А, всё тебе, а я тут в тени. Чтобы у неё всё было хорошо. В этом она будет с вами ровнее. Всё равно он будет, как бы, так скажем, выдвигаться вперёд, потому что он звезда. А девушка где-то там, сзади будет. Ну, конечно, нет. Ну, со мной такой номер не пройдёт. А теперь не из пожеланий, а из прогнозов. У вас есть 7-8 лет для того, чтобы зацепиться на хорошем уровне. Я боюсь, что вы даже не представляете себе ещё, насколько сложно будет, насколько всё будет непросто, и насколько большое количество проблем и препятствий встретится. Берегите себя, вот скажу так. А сегодня выбирайте ту девушку, которая, наверное, больше будет дразнить чувства, эмоции, потому что именно этого вам от жизни нужно. Серьёзные отношения придут уже позднее. Ну, а сейчас, да, ту, которая будет похожа на любимый образ. Совсем скоро претендентки сразятся за симпатию нашего жениха. Шансы каждой оценим после рекламы. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Алексей. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Проходите. Подсказывайте. Ну, ладно. Здравствуй, Лёша. Здравствуйте. Ты мне очень нравишься, и я надеюсь, мне удастся узнать тебя поближе, если ты сегодня меня выберешь. Ты мне тоже очень нравишься. Спасибо. Проходите. Девочка, я думаю, хорошая, но почему-то я на них рядом посмотрела. Ну, что-то не то. Я считаю, они вообще не смотрятся. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. С кем вы? Я пришла со своими лучшими друзьями. Максим и Алена. Давайте на вас посмотрим. Анастасия, 26 лет. Помощник руководителя в иностранной компании, танцует, читает сплетни шоу-бизнеса и пьет морковный сок со сливками. Мечтает родить Алексею семерых мальчиков. Когда Анастасия сообщила мужу голландцу, что у нее будет третий ребенок, но не от него, он расстроился и уехал на родину. Надеется, что Алексей любит детей так же, как она. Сколько у вас? Трое. Трое уже? Пацаны, девчонки? Три девочки. Василиса, ну что, родит она семерых, нет, Алексею? Запросто. Кто ждет ее? Просто-запросто. Не могу сказать, что Алексею, но то, что вам нужны кровные родственники, и вы в течение жизни их себе будете создавать, это точно. Девушка властная, потому что плотно он восходящий. Марс с Меркурием во льве. Напористая, предприимчивая, иногда более предприимчивая, даже чем мужчине нужно для того, чтобы себя ощущать в душевном комфорте. Но вот эта напористость и предприимчивость у вас пока никак не проявляется. Мне кажется, что мы можем мило побеседовать. А тебе невеста нравится, Роза? Ой, ну конечно, невеста деятельная, он плодовитая какая. Немного помятая, конечно, после трех родов-то. Но Алексей, надо согласовывать, понимаете? То ли она так платье подобрала, что у нее грудь так обвисла, она кажется старше, то ли что-то еще, я не понимаю. Да и лицо. Семерых собралась вам рожать, а трех уже маме пристроила. А вот семерых с кем? Кому будет пристраивать? Самую ездить буду. Ой, не знаю, не знаю, конечно, непокорная, патриархат никакой вам не светит. Критично пока настроена, критично. А вы так любите детей? Да, я очень люблю детей. Странно, что обиделся ваш муж, когда вы забеременели не от него, а третьим ребенком. Ну и что здесь особенного? Нет, конечно, я не удивляюсь, что он так к этому отнесся, но этому предшествовали какие-то события, да, и уже какие-то проблемы в отношении. Расскажите. Мы познакомились со своим супругом на работе, он голландец. Голландец. Нашла кого выбор. И это то, вот разница культур, это то, что нас первоначально друг друга заинтересовало, да, и в то же время, потом, в дальнейшем, то, что нас друг от друга и озвело. И вы расстались? Получилось не совсем так. Мне пришлось уехать из Нидерландов, потому что у меня закончилась там виза, и мы пытались оставить меня за границей, то есть, чтобы, ну, через суд, остаться на территории Нидерландов, чтобы сдувать родители. Ну, голландцы сказали, детей оставляй, детей оставляй и уезжай. А сама уезжай. Да, поэтому я не оставила детей, я собрала их. Без проблем с мужем. Это я на тот случай, что если у вас что-то сложится, не будут дележи? Нет, без проблем. То есть я, когда я уезжала, мы еще не расставались. Но до этого были сложности уже в отношениях. Я прожила в России почти год в отдельности от него. Не будучи разведенной? Не будучи разведенной, да. Он не спешил вам делать гражданство, да? Он и не спешил делать гражданство. И мне кажется, что его все устраивало. То есть, основная проблема, мне кажется, в наших отношениях. Но в России вы стали любовницей женатого человека. Он официально женатый человек, но именно потому, что он политик, и ему нужно сохранять этот статус. С женой они живут отдельно уже очень много лет. Ну, это они все так рассказывают. Он наставил на том, чтобы вы избавились от ребенка? Он абсолютно ничего не сказал, он просто пропал. То есть я осталась наедине с этим счастьем. Я была беременна от любимого человека. То есть месяц просто встречались, чуть-чуть пожили, ребенка надо родить обязательно. То есть она еще годик с кем-то переживет, еще одного ребенка родит. И тут вам звонит ваш муж, голландец. Ну, я сама позвонила ему, объяснила ситуацию. И сказала, что нам нужно развестись, потому что предпринимать ничего по этому поводу я не хочу. Он дал развод? Он дал развод, да. И вот сегодня у вас трое детей, вы разведенная. Не будет проблем, если вы выйдете замуж, допустим, с Алексеем, с голландцем? С голландцем, я думаю, не будет. А с мамой? Вот, Лешеньки в Голливуд, а у мамы, у вас пожилая мама с тремя детьми-то, давление, вот куда поедете, в Голливуд или к маме? Скажите, а разве у вашей мамы проблемы со здоровьем? Нет, у меня мама абсолютно здоровая, сильная женщина. А когда семерых увидят, я думаю, что давление... Семерых она увидит постепенно, она привыкнет, она с лиц выкнута. А вы как относитесь к тому, что дети будут воспитываться не женой, а вот бабушками? А почему бабушка не заедет охотится? Роза, вы не решайте за нас. Мама, наверное, сейчас у Алексея Воробьева сидит и думает, боже мой, лишь бы он не выбрал сейчас эту девушку с тремя детьми. Леша, а потяните, ведь это же не игрушки вам, даже не собачка, с которой она ответственна. А тут трое чужих. Ну он же певец, он же не парикмахер. Я сама зарабатываю их очень хорошо. Я о чем говорю? Во-вторых, у меня еще тоже кошка и собака есть, так что Алексея... У вас еще и животные есть. Здесь с вами, в Москве. Нет, пока нет, приедут. Все едут, в общем, целый этот шалман едет. На самом деле, я очень люблю детей. И для меня большая семья это огромное счастье. Потому что у нас в семье было трое, старший брат, у меня младшая сестренка есть. И я всегда понимаю, как важно, чтобы у детей была вот эта их компания. Правильно. Анастасия, вот вам вопрос. Смотрите, вот Лешенька у нас уедет в Голливуд, а потом начнут писать, что его там видели с одной, а тут с другой. Да тут он поцеловался, а там еще дамы... Обисать ведь начнут, просто даже для пиара. Еще допишут того, чего и не было, собственно говоря. Вот как вы реагировать будете? Я думаю, что все мужчины не совсем, не всегда чисты. Просто Алексею гораздо сложнее это скрыть, я абсолютно нормально к этому отношусь. Спасибо, тогда покажите то, что мы приготовили. Ты даже смеяться, может, что-нибудь хорошее. Не знаю. Может, одететь своих выведет, покажет. Может, танцует. Алексей, когда я приехала в Москву, я решила, что во что бы то ни стало, я должна с тобой познакомиться. Но пока я искала такую возможность, я встретила другого человека. Его тоже зовут Алексей. Он такой же красивый и обаятельный, как ты, он тоже поет. Но в отличие от тебя, он пел в переходе. Ему негде было жить, поэтому я пригласила его жить к себе. Алексей приехал сегодня со мной в эту студию. Я готова с ним ради тебя расстаться. И он сказал мне по дороге сюда, что он на все готов ради моего счастья. Он даже готов переехать к тебе со своей собакой, если ты переедешь ко мне со своей. Позволь мне представить. Давай. Отлично. А что, берет все, что можно? Ой, какая собачка. Страшная. Она подготовилась. Да, да, да. Хорошо подготовилась. Это наша с Лешей собака. Да, я посмотрю. А это Леша. А это мой Алексей. У Алексея на шее два ключа. Один от моего дома, а второй от моего сердца. И предложение, которое в силу своей скромности я вряд ли смогу произнести вслух. Это наш первый с Лешей сын. Я бы вообще упал бы и не встал просто от таких подарков, от этой уродливой куклы, безобразной собаки за три руглята. Девочка с какой-то фантазией, то есть она решила сразу выделиться. Красавчик. Молодцом. Леха, это я. Спасибо, да. Спасибо, Лева. Спасибо. У меня есть время подумать. Молодец, Настя. Конечно. Проходите, ребята, в свою комнату. Спасибо. Здорово. Элвис обиделся и ушел за детей. Ты умничка. Все было отлично. Парни, как вам Анастасия? Я считаю, что она должна сидеть дома и воспитывать детей. И искать себе мужа не здесь и не с Лешей. Вот ему не досталось? Не доставайся же ты никому. Да, обидует. Я так очень скептически отношусь, потому что мне как-то сразу не по себе, что вот я нормально отношусь к тому, что будут писать в газетах, там, у меня трое детей, и как-то это все нестабильно, и какая-то она сама, сама как будто не знает, что она хочет. Как будто бы дети появились без осознанного решения, а вот так. Вот я вот это почувствовал, какой-то... Нет внутри у нее того, чего она хочет. Да, я знаю, чего хочу. Абсолютно разное мнение. Как вам, Анастасия? Шикарная женщина, во-первых. Во-вторых, я приветствую то, что она воспитывает трех детей, потому что она их не оставила, она их воспитывает. Мой низкий ей поклон, потому что мама – это мама, во-первых. Во-вторых, видно, что она очень целеустремленный человек. Мне кажется, она знает, чего хочет в этой жизни. И мне кажется, она будет очень верной женой. Трое детей – это здорово. Но ее младшему ребенку полтора года, по-моему, с одним ребенком с ума сойдешь, чтобы его устроить, чтобы им заняться и так далее. Ну, не до женихов, вот что я хочу сказать. Не нравится мне эта история. Детьми надо сейчас заняться. Нужно их хотя бы, ну, каким-то образом поднять на ноги. Тарис, а мне не нравится, что в истории нашей первой героини время течет как-то очень особенно. К моменту беременности она встречалась с отцом последнего ребенка год. Получается, что она с недельной девочкой уже была выкинута из Голландии в Россию, уже сразу, мгновенно завела роман, через какое-то время забеременела. Беременность ведь длится какое-то время, месяцев девять обычно, да? А между девочками буквально год, год с небольшим. Когда же она успела год встречаться? Ну, мне, например, за тебя никак не стыдно, там, что-то... А что мне стыдиться? Я тебя маняю, да? Вот именно. Тогда что ты переживаешь? Либо это вранье, либо ситуация была совсем не такой, как она описывает. Но ты уж или раскрываешься, если ты рассказываешь всю подноготную честно, ну, либо не придумывай, потому что она сама запуталась в конечном итоге. Вот это меня напрягивает. Я всегда на стороне детей, и меня эта ситуация смутила. Алексей, вы в одном из интернет, я читала, я очень внимательно и очень серьезно готовилась к программе, вы сказали, не может быть баба главнее мужика. Вот ваши слова? Абсолютно точно. Вот. В Насте сама по себе живет. Для нее что мужик, что не мужик, главнее себя самой, она никогда читать не будет. У нее есть приобретят дети. Какие дети? Какие дети? Поэтому патриархат там не видать, ценности я тоже ничего не увидела. Должна все бросить и заниматься вот мужем. Да, патриархат? А оно вам надо? Пожалейте маму. Диванов не хватит, чтобы притаскивать и говорить новости. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Насколько удачным окажется новое знакомство, узнаем через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ну, передавай поженимся. У нас в студии Алексей. Идите знакомьтесь со второй девушкой. Удачи. Спасибо. Здравствуй, Леша. Ты веришь в любовь с первого взгляда? Или может мне зайти еще раз? Хорошая фраза, отличная. Да. Молодец. Спасибо. Проходите. Привет. Нет, ну, первым как-то хоть улыбнулся, а здесь... Все. Девочка смутилась. Здравствуйте. С кем вы? Я пришла со своими друзьями Петр и Ирина. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена. 18 лет. Студентка факультета режиссуры. Ходит в мужских рубашках на голое тело, слушает Билли Холидея и пишет мюзиклы. Точно знает, что в этом году выйдет замуж за Алексея Воробьева. Елена посмеялась над чувствами своего ухажера, устроив ему безобидный розыгрыш. А он обиделся и исчез. Надеется, что у Алексея есть чувство юмора. Кто мастер курса? Я поступила на заочное, то есть я еще не знаю мастера курса. Заочно? Заочно, да. Ну, просто у меня так сложилось, что нужно делать проекты свои, то есть у меня есть в этом плане потенциалы, поэтому режиссура именно заочная. Предположим, на режиссуру заочно не обучиться никак. Это очень творческая сложная профессия. Интересно, ты испытывала какие-то чувства к этому молодому человеку, которому подсунуло другого парня? Наверное, все-таки нет. Не испытывала? Да, для меня это была игра какая-то, то есть проверить его чувства, да. Ты была девственницей в этот момент? Да. Поэтому ты не пришла, ясно. А серьезные были какие-то отношения с поцелуей или с разными? Нет, конечно, были отношения, вот последние были очень серьезные. Это был настолько интересный момент в моей жизни. Я сидела дома, пила с мамой чай, и то есть у меня пришла такая мысль, мама, почему меня никто не зовет замуж? И я не знаю, то ли голос, мы услышала небо или еще что-то. Через 10 минут мне звонит мой друг. Он говорит, слушай, Лен, я женюсь. Я говорю, ну поздравляю, кто у тебя невеста, как? Говорит, дура ты, Лена, ты моя невеста. И он мне заявляет, я тебя вижу в роли своей будущей жены. И зацепилась, да, иди прям. И закрасилась, да, да, да. А смотрите, у Алексея подружки, скажем так, были краше одной, звезды звездного. Это не важно, Роза. Сейчас Роза ее опустит ниже плинтуса. Важно! Да, может быть нам, деточка, вообще сначала прославится, вот, институт закончите, прославитесь, приоденетесь, побогаче. А что же тебя так смущает в одежде? Да. Вы знаешь, мне кажется, что самый худший вариант, самый худший блаженный вариант в худшей своей форме, это, собственно говоря, тщеславие без денег. Вот я боюсь, что через две недели, как только вы замуж выйдете, зам на Алексея, вынести мозг, да еще ревновать будете к успеху. Безусловно. Он ее затеняет очень сильно. Он станет рядом, и ее видно не будет. Абсолютно не видно будет. Ты не думаешь, что если я встану рядом, его не видно будет? Ну, я так не думаю. Я не собираюсь спрятаться за спину его успеха. Я хочу сама добиваться той... Через мужа, правильно? Нет. Я не хочу, да. Леночка, поверьте мне, у вас такое преимущество перед теми женщинами, которые были у Алексея. Знаете в чем? У вас все впереди. Вам всего 18 лет. Как себе намечтаете? С Божьей помощью, с помощью родителей всего добьетесь. А у них уже осень, в принципе. Понимаете, поэтому вы должны чувствовать себя королевой на фоне других. Королева-королева. Вам 18 лет. А что потом-то умеете? По дому умею все. Одно дело, люблю ли я это, то есть... Не любите. Мусор на ведро по демам выносила, наверное. Не царское это дело. Нет, у меня, кстати, недавно, вот после жизни с родителями, я начала жить с братом. У меня произошел настоящий курс молодой жены. Проснуться рано, приготовить кушать, проводить на работу, узнать, что он желает на обед, что на ужин, прибраться. То есть все это я умею. Я сказала, у Алексея есть домоработница. Самое время показать то, что вы приготовили. Я знаю это, что в твоей жизни было много шоу, и ты, наверное, от них уже устал, поэтому я решила исполнить тебе песню собственного сочинения «Акапельна». Слишком близко и вдруг очень далеко, потерять нашу связь будет нелегко. Среди сотен домов, миллионов лиц, мы с тобой так похожи на белых птиц. Ты стал для меня небом, которое необъятно, ты стал для меня солнцем, и это невероятно. Ты стал для меня ветром, спасающим от удушья. Ты стал для меня сердцем, заполнил собой душу. Ой, все, нет, Реан, это ужасно. Зачем она, спасибо. Да. Спасибо. Проходите, Леночка, со своими друзьями, если тебе в комнату. Ох, ну все, ты вообще просто лучшая. Когда ты ему спела эту песню, мне кажется, его вообще порвало просто. Подожди, давайте послушаем. Бесу, Сергей. Когда женщина встает перед тобой на колени, это так обезоруживает. Мне кажется, девочка приехала просто попеть песню. Почему бы не спеть песню? Песня твоя, ты не чью-то песню спела. Как бы не люблю я про женщин так говорить, ну никакая. А я скажу... Никакая вообще. Ей 18 лет. Просто она еще такая чистая, светлая, ее еще никто не обижал в жизни, и поэтому ей нельзя в принципе с Лешей было бы быть. А так она... Спасибо тебе, Лена. Нет, я в том плане, что тебе надо серьезные отношения. Она еще пока живет какими-то там, где-то в космосе, и поэтому это с одной стороны хорошо, и с другой плохо, и немножко жалко даже ее. Она неестественная. Нельзя перед мужчиной становиться на колени. Никогда, если он не твой муж, если это не произойдет. Нельзя смотреть по-собачьи. Это может быть грубо и может быть жестко с моей стороны. Лена, ну у вас впереди ваша жизнь. Нельзя, вы такие авансы раздаете. Это неправильно. Ленка, ты молодец, на самом деле. Ну это просто было от избытка чувств. Умница просто. Я этого не собиралась даже делать, но так получилось. Это вам должна была сказать мама. Вы женщина. Ну я что про Лену ничего сказать не могу. Смешная девчонка. Вот раньше артисты в киосках продавались фотографии артистов. Вот мы собирали там всякое разное. Это то же самое, что вот влюбиться в фотографию. Но ей посчастливилось еще и потрогать такую фотографию. Ну что можно серьезно здесь рассматривать? Ну ничего. Я абсолютно уверена, что вся эта сцена была Леной срежиссирована. Лена режиссер будущий, она режиссер неплохой сейчас. Дело не в том, какие она там проекты снимает, но она действительно и гороскоп про это говорит. Вряд ли могла бы себя более комфортно чувствовать в другой профессии. Потому что она не знает, куда идти, но хочет обнять весь мир. Вот таких людей обычно заносится в творчество. Но поскольку, собственно, пение или, собственно, танцы, это другое из другой области, такие люди иногда идут в такое, в перспективное планирование будущего. Это режиссура, на самом деле, это умение увидеть картинку целиком. Мне кажется, что она вместе с этой песней написанной, с этим сердцем, белое платье, вот планировала этот выход, она встанет на колени. Мне кажется, что это перед ней как сцена была просто в голове, и в этом нет такого самоотречения. Я хочу верить в это и хочу надеяться. Ты молодец всем, в любом случае, мы с тобой. Впереди у нас третье свидание и судьбоносный выбор. Смотрите, все самое интересное после рекламы. В эфире «Давай поженимся», у нас в студии Алексей. Идите знакомьтесь, третьей невестой. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Не пугайся. Выйди из коматоза. Смешно. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте, Варвара, Барбара, Барбара. Давайте на вас посмотрим. Варвара, 18 лет. Помощник менеджера по продаже вина. Организует флэш-мобы, коллекционирует фарфоровых лягушек и любит футбол. Накопила 40 тысяч рублей, чтобы провести процедуру «Эко» с Алексеем Воробьевым. Обещает не требовать алименты. С подачи матери Варвара в 16 лет закрутила роман с турецким аниматором. Он обещал приехать и жениться, но не сдержал слова. Надеется, что Алексей не разобьет ей сердце. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам 18 лет? Да. Вот так вот получилось. Не говоря, как жизнь вас помотала, называется. А что там с турецкими аниматорами? С турецкими аниматорами? Меня тоже заинтересовало. Ситуация была очень интересная. Мы с мамой ездили всегда в один и тот же отель отдыхать. Получилось так, что он постоянно там работал. Мужчине 27 лет на тот момент было. И получилось так, что мне дали не тот браслет. Должен был быть детский, дали взрослый. Смотрит на меня, говорит, воу, тебе уже 18. Ну, я не стала ничего говорить. Говорит, да, мне уже 18. Он меня потащил на конкурс в мисс-отеле, который я якобы выиграла. Ну, наверняка он там что-то подделал. Конечно. Повел меня в ресторан. После него поехали к нему в номер в отель. Они не живут в домах, живут в отелях. А мама вас там по кустам искала, наверное. Мама не искала. Пятки стерла по самой лопатке. Нет, нет, я маму предупредила, что я пойду с ним. Но она думала, что это просто дружба. Ну, как мы всегда общались. Видите, на ночь, когда едут к ним, а она не знала. Она не знала. Это называется дружба. Нет, она не знала. Я ей сказала, что я вернусь. Шрой шафт, я бы даже сказала. Вернусь я примерно часа в три ночи. В итоге я не вернулся, она уже заснула. Слушай, ну, мусульманская страна. Да-да. Ну, вот. И в итоге после этой ночи с утра посыпаюсь в голове мысли, а что я сделала? Он лишил вас девства? Нет. Нет. Это было намного раньше, что у него. А, ну, тогда прям отликло. А то я думаю, еще бы его там могли бы. Но нет. Это было бы слишком. И клубы. Я думаю, она подняла ему настроение так. Своим присутствием. Ну, а почему бы нет? Я считаю, она отличный персонаж, чтобы снять ее в клипе. Ну, в итоге наш роман закончился практически ничем. Потому что вы улетели, он, да. Обещал писать. Обещал писать, писал, звонил. Говорил, что приеду. Ну, естественно, я этому всего не верила. Но приедет, приедет, хорошо. А вот вы донорство Тимоти оценили в 100 тысяч евро. Да, Витя? Да, да. А что это, Лешенька, за 40 тысяч всего? Ну, не знаю. Что головато. Ну, какой-то... Что не тянет он на Тимоти? Потому что Тимоти татарин. У вас у татар все дороже. Чем занимает помощник руководителя по продаже вина? Да, я, скорее всего, это можно назвать пиар-менеджером. Она продает вино? Да. Ох, споит Лешку. Вот этого страна ей не простит. А что там за татуировка у вас на руке? А это вот у нас такой воробушек голубых кровей. Специально. Я не голубых кровей. А, Владимир, вы как? Вот это будет все-таки одежда для рэпера. А у нас вот калинка-малинка, как говорится, такая. Ну, я могу поменять свой образ. Сейчас Варваре 18 лет всего. 18 лет. 18 лет приходят все нормальные люди. Я упал в самосвал, тормозил главу. Да. Варвара, вы поняли, кому вы пришли-то? Конечно. Это же звезда. Мирового масштаба. Роза, прекратите. Дело не в этом. Роза, вы знаете, из всех претендентов, которые сегодня здесь были, вы меня интересуете больше всех за эту передачу. Вот. Я вам клянусь. Кто бы сомневался. Варвара, дорогая, почему такая заниженная самооценка? Почему вы считаете, что только таким путем можете родить ребенка от Алексея? А почему не боретесь за него, за его сердце? И чтобы все это было естественным образом. Ну, первое. Во-первых, мне 18 лет. Какое может быть замужество? Я об этом планировала в годы 22, не раньше. Во-вторых, где звезды, где мы? Он наверняка найдет, вот честно спрашивая, найдешь себе девушку из какой-нибудь там элиты. Ты же не возьмешь себя в журналист. А вы с какой семье? Неинтересно. Кто? У вас мама, папа? Неинтересно. Мама у меня раньше работала звукорежиссером с отцом, отец до сих пор, но мы с ним не общаемся. А вы с мамой живете? С мамой, с бабушкой. Хочется уже одной, наверное. Летом получается жить одной, потому что я работаю, а не на даче. Но не во все тяжкие, нет? Нет. Вот как ни странно, нет. А что видите как цель жизни? Как цель жизни? Хочется реализовать себя, причем где-то в турбизнесе. Я пыталась там работать, не получилось, потому что нет опыта. Если вам сейчас предложили бы миллион евро, ну навсегда забыть о историю, связанную с Алексеем. Без проблем. Или... А, даже не так говорила. Без проблем. Без проблем. Все понятно. Все понятно. Покажите сюрприз, который приготовили. В общем, я когда-то увлекалась тобой, знаю весь твой репертуар. Хочу спеть тебе твою же песню. Не знаю, понравится, не понравится. А если она хуже его споет, это плохо. Лучше его споет, еще хуже. Русский парень от пули бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет. Маленькая, это Леша Гомон поет. Жаль, что она тебе так подошла. Другой поет, привет. Другой Леша Гомон. Ну ничего, спела ты хорошо. Спасибо большое. Спасибо, девчонки. Скоро узнаете, кого Леша выстрел, а пока подождите в своей комнате. По-моему, это было первичное. Бесо, Сергей. Потерянные личности, вот что. Я понимаю, что таких сейчас полно. И это девочка тоже, которая еще раньше, чем 16 лет, и потом еще с каким-то турком непонятным. Короче, ужас, ужас. А вы говорите, что сейчас детям есть чем заняться. Нечем им заниматься. Они, вон, фигней страдают и с турками, и в Турции отжигают. По-моему, они немного не так это восприняли. Знаете, Леша, мой очень хороший друг, я знаю, что у него очень хорошее воспитание. Поэтому человек с таким воспитанием никогда не обратит внимание на таких серых личностей, которые гонятся за какой-то добычей, легкой добычей, не знаю, там, поют не твои песни. Ну, Варвара, мама тебе это не скажет, я скажу. Значит, образования нет, талантов нет, с внешностью просто беда, да еще с придарью, в конце концов. Дорогая моя, надо с этим что-то делать. Не то, плохо кончишь. Не по нраву мне. Я на этом буду собой. Я гарантирую, тебя не выберу. Слава богу, честное слово. Девочки Вари всегда бывают чуть-чуть диковатые. И само имя, на самом деле, Варвара, это же дикая, необузданная, неистовая, на самом деле. И они всегда по характеру сложные личности, однозначно. А тут, мало того, что личность сложная, непонятная рыба, сама к себе приплыть не может долгие годы, но она реально по-настоящему очень пылкая. Хотела действительно пыль в глаза пустить, произвести впечатление, пускай таким образом не за замужцем сюда пришла. Я думаю, что идеи по поводу того, от кого забеременеть, сколько это будет стоить, но это тоже акция, это тоже не больше, чем придумка, потому что девушка в 18 лет точно этим страдать не будет, совершенно. Это точно. Ну что, парни, вот и познакомились с тремя девушками. Есть среди них достойная Алексея? Ну, у Алексея на горизонте сегодня было 4. И, по-моему, четвертый вариант самый лучший. Четвертый это кто? Роза? Да. Бесо? Ну, из того, что было предложено, я бы Алексею никого не посоветовал. Самые прелестные женщины за столом сидят. Подхали мы. Угу. Втроем с ним. И так смешно. Мне показалось странным, что именно эти три молодые женщины сегодня за вас боролись. Потому что вы не сирый, не убогий, вы не лузер. Вы симпатичный молодой человек, перспективный. И с первых слов было понятно, что среди сегодняшних девушек нет вашей, нет вашей действенной. И это кажется странным. Я не пойму, почему ты могла не понравиться. Нет, ну, наверное, все-таки возраст. Даже Леша сказал то, что, наверное, он ищет постарше. Ну, я, естественно, никого не буду вам советовать, потому что мне не за что вас не уважать. Ну, если говорить о семье, а мне, Алексей, импонирует то, что все-таки вы пропагандируете исконно, в общем-то, российскую форму отношений в семье. Это точно. И вы понимаете, что будущее строится именно сегодня. И от того, какие корни вы пустите, от этого будет зависеть и ствол, и ветви, и плоды, которые это дерево принесет. Ну, конечно, тут не с кем корни пускать, это точно. Со мной тоже, в том числе, это ж... Роза, не надо тебе не дооценивать. Да, потом сегодня это можно, Роза. Мне нужно посмотреть, какой нахал просто-напросто молодой, а? Ну, вам же нравится. Теперь вы. Смотри, он уже и нам роли раздает, и диктует очередность. Ну, вам же это нравится. Удивительно. Нравится ли нам это? Вот я не уверена как раз. Если бы девушка, похожая на Варвару, на последнюю, не внешностью, а тем, как она устроена внутри, на вашем жизненном пути встретилась, в менее экспрессивной обстановке, в менее экспрессивной форме вам выражала бы свой интерес, я думаю, что вы могли бы ей заинтересоваться. А если он зайдет в эту комнату, ты выйдешь за ним? Выйду, вот чтобы Розу поэпатировать. Поэтому, если уж обращать внимание на Варвару, ну, конечно, для долгих отношений, доверительных, я здесь никого не могу видеть. В общем, дело за вами. Слушайте свое сердце и решайте. Мы вас поддержим в любом случае. Боже мой, боже мой, отдыхает. Ну, отдыхай. Проходите, Алексей. Куда? Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Ирина, 26 лет, номер 1683. Менеджер в риэлторской компании. Ищет мужчину, у которого есть желание стать успешным карьеристом и семьянином. Наталья, 19 лет, номер 1693. Учится на факультете истории искусств. Ищет умного и волевого мужчину, с которым будет ходить в театры и музеи. Мы не знаем, выйдет Алексей Азин, Алексей, избранница. Я приглашаю всех выходить. Давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Эй, все правильно, я ничего не перепутал. Как-то вы не в обморочном состоянии от счастья почему-то. Ну, хорошо, вставайте рядышком. У нас есть пара Алексей и Анастасия. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Спасибо. Ну, Настя, ну, Настя. Какая-то непонятная, мутная невеста сегодня. Ну, я не могу сказать, что он был мне противен. Мне же понравилась его фотография. Как говорится, лучше нищий да правдивый, чем тысячник, но лживый. Я скажу вам так, что я сам мужчина молодой, хвостой и здоровый, но у меня есть голова. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Орленок, орленок. Пускай летает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова